здрасте уважаемые друзья хочу поговорить с вами о том что мы никак все не поймем это нашей конституции и что мы должны сделать чтобы что-то изменилось стране давайте начнем с просмотра преамбула нашей конституции конституцию мы сами прибыли приняли по нашей доброй воле в девяносто третьем году путем народного референдума вот она наша конституция найти ее несложно достаточно поисковики набрать конституция российской федерации она у вас в руках читаем преамбула то это сама главная часть мужской конституции мы многонациональный народ российской федерации соединенная общей судьбой на своей земле утверждая права и свободы человека гражданский мир и согласие сохраняя исторически сложившиеся государственное единство исходя из общих признанных принципов равноправия и самоопределения народов чтят память предков придавших нам любовь и уважение к отечеству веру в добро и справедливость разождая суверенную государственность россии и утверждая незыблемая ее демократические основы стремясь обеспечить благополучие и просветание россии исходя из ответственности за свою родину перед нынешними будущими поколениями сознавая себя частью мирового сообщества принимаем конституцию российской федерации то есть с момента напечатания этого документа она вступила в силу и продолжают работать по сегодняшний день состоит она из девяти глав первая глава является фундаментальной статьей это она содержит себе основу конституционного строя что же мы увидим первой главе мы видим во первых что статья 3 гласит нам что мы народ россии являемся носителем суверенитета и единственным источником власти российской федерации суверенитет надеюсь все понимаете вы что это такое для нашей страны для нас каждого это свобода это свобода нашей страны экономическая политическая идеологическая свобода вот второй пункт гласит что народ то есть мы осуществляем свою власть в первую очередь непосредственно а также уже через через органы государственной власти и органы местного соуправления и третий пункт этот самый главный пункт это вы на него обратите внимание мы к нему еще вернемся высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободное выбор то есть это является нашим высшим непосредственным выражением власти и никто не может присылать власть российской федерации и захват преследуется по закону ну дальше тоже важные статьи но нам они сейчас пока не нужны давайте сразу перейдем к статье 9 пункт 2 статья 9 пункт 2 в этой статьей мы тогда в девяносто третьем году сами добровольно не глядя там основном не глядя потому что нам и никто не давал прочитать мы передали землю и другие природные ресурсы в частную первую часть частную собственность земля это я согласен хорошо да никто не против но вот природные ресурсы не должны находиться в частной собственности они должны принадлежать государству то есть народ потому что народ является государство образующим фактором вот это вот это вот слова природные ресурсы могут находиться в частной собственности нужно изъять из конституции дальше смотрите что касается власти у нас власть прописано в статье 10 давайте посмотрим кто является у нас властью на самом деле государственная власть российской федерации осуществляется на основе разделения то есть поделенные на какие-то определенные органы на законодательные исполнительные и судебные органы законодательные и исполнительные и судебные власти самостоятельны то есть все они не подчиняются друг другу никак что очень очень плохо и как вы заметили президент российской федерации здесь нигде не указан то есть он не является органом власти дальше переходим к статье 13 одна из важнейших статей которая является результатом того что сейчас мы видим с нашими сми с нашей наукой образования культуры это 13 статья фон 2 никакая идеология может устанавливаться в качестве государственной или обязательны что это значит это значит что мы не имеем права устанавливать свою идеологию как например от была в ссср это у нас было вперед со светлым будущим во имя наших детей этот коротко звучало так ну а как вид выглядело все сервисы помните и патриотические плакаты и начиная со школьной скамьи в тетрадях и на спичках и везде везде и везде патриотические плакаты нацелены на воспитание на культуру на мораль наших детей нашего общества нас всех сейчас у нас запрещено у нас при я признаю сейчас идеологическое многообразие это и политическое многообразие многопартийность вот это все приводит тому что у нас нет единой идеологии идеология у нас восстановился как мы видим навязываться извне то есть западная западная культура те же праздники тот же валентинов день день святого валентина смотрим дальше статья 15 статья 15 пункт 4 общепризнанные принципы и нормы международного права международный договора российской федерации является составной частью ее правовой системы еще раз давайте разберем это общепризнанные принципы что же это такое это что то что признал запад вот смотрите к примеру на западе признают признаю что у них полиция через вот эту статью у нас появилась вместо милиции полиция вот на западе признают гбт федорасов извините за выражение вот у нас тоже они разрешены пропозапрещено всего лишь пропаганда так имеет место быть и преследование препятствовать им запрещено что мы видели митинги в питере первого сентября по моему проходила ровный митинг я не маршировали со своими флагами и так далее не полиция при этом их охраняло не пропуская никого наш народ препятствует вот на сейчас как мы знаем это запад америка признали однополые браки сейчас еще пару-тройку европейских стран признают это это станет общепризнанным то есть автоматически через эту статью распространится на нашу страну не знаю как вам граждане но мне это очень и очень не нравится у нас растут дети и если они с детства начнут видеть это все это у них станет в правилах это окончательная потеря морали разрешение общества мне это не надо и надеюсь и вам тоже давайте продолжим значит общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью нашей правовой системы то есть они в составе нашей системы если международная если международным договором российской федерации установлены иные правила чем предусмотрены законом то применяется правило международного договора вот вам и пожалуйста вот этими словами любой западный американский договор он стоит выше нашего любого закона если они противоречат применяется правило то есть это статья является лазейкой для всего всего да для всего что захотят он то есть америка то они внедрят к нам и в принципе через эту статью они управляют наши страны и у статья 16 смотрим положение настоящей главы конституция составляют основы конституционного строя то есть над этим все главы опираются со дальнейшей конституции и не могут быть изменены иначе как в порядке установленном настоящей конституции а конституция нам гласит что народ имеет право на референдум как вы уже видели статьи 3 пункт 3 лучше непосредственно выражение власти для сервену свободного никакие другие положения настоящей конституции не могут противореченности основного строя федерации так но тут эти слова измены иначе как в порядке установлены настоящей конституции то есть народ имеет право на референдум давайте откроем федеральный конституционный закон о референдуме и посмотрим вот федеральный конституционный закон российской федерации референдум российской федерации одобрен и так далее референдум наряду со свободными выборами является высшим и посредственным выражением власти народа государством гарантируется свободная воля и заявления граждан российской федерации на референдуме российской федерации защита демократических принципов права определяющих право граждан на участие референдума референдум что это такое поясняется это всенародное голосование граждан российской федерации обладающих правом на участие в финале по образам по вопросам государственного значения референдум проводится на основе основа это как запускается референдум на что опирается запуск старт референдума на основе равного и право прямого свободного воли изъявления граждан российской федерации при тайном голосовании имеют право участвовать ну давайте сразу перейдем к статья 5 по моему 14 статья 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 8 10 11 12 13 14 вот инициатива кому принадлежит значит назначение референдума инициатива профили не глава 2 инициатива проведения референдума статья четырнадцатая инициатива проведения референдума принадлежит не менее двум не менее чем двум миллионам граждан российской федерации имеющих право на участие в референдуме при условии что на территории одного субъекта российской федерации или совокупности за пределами территории российской федерации находится место жительства не более 50 тысяч из них а дальше уже конституционному собранию случае предусмотрен статьи 3 135 статьи пункта 3 конституции российской федерации ну там условия такие что уже трижды по моему несколько раз пытались наши депутаты от ведра в частности евгений алексеевич но инициативы или игнорирует или отклоняет так что граждане хватит искать себя оправданий вот инициатива принадлежит вам нам мне и мы все должны в составе нот под флагом нот выйти и выразить свою волю с табличкой без таблички но это было под флагом нот это выражение воли в сторону референдума пока мы этого не сделаем так и будем экономически гибнуть дальше вот смотрите порядок реализации инициативы это статья 15 порядок реализации инициативы проведения их линова принадлежащий гражданам российской федерации это как реализовать инициативу участники референдуму образует инициативную группу по проведению референдума что такое инициативная группа это граждане которые не нашли себе оправдание сидеть дома греть задницу на диване и наблюдать в позиции зрителя как одна часть воюет а другая часть отлынивает вот инициативная группа по референдуму уже должны состоять из региональных подгрупп создаванием более чего половине субъекта в российской федерации каждую региональную подгруппу инициативная группа по референдуму дарили региональная подгруппа должно ходить не менее 100 участников референдума и так далее вот это чтобы вы понимали речь идет о штабах национально освободительного движения и пока вы не создадите каждый в своих субъектах городах села и так далее присоединяясь городам ячейки нот не наберется определенное количество человек ничего с мертвой точки не сдвинется уважаемые граждане хватит сидеть хватит ждать никто за вас ничего не будет делать а делать надо все надеются на москву а москва пока что с шоколаде и особо не замечает происходящую вот нам нужно убирать статьи 9 пункт 2 13 2 15 4 от 75 2 давайте тоже прочитаем кому принадлежит центральный банк а то многие свято верят что это наш банк что же у нас функции какие защита и обеспечение устойчивости рубля основная функция центрального банка российской федерации который он осуществляет независимо от других органов власти так уважаемые товарищи центральный банк абсолютно независимая организация точнее это предприятие независимое предприятие внутри нашей страны иностранное предприятие которое управляется это фрс сша федеральная метафиал фрс сша и опять-таки только мы можем убрать эту статью и вернуть его под нашу трубу сделать наш государственный народный банк как мы читали о полномочиях уже по президенту нас не указан во власти власть у нас является статья 94 федеральное собрание парламент российской федерации является представительным и законодательным органом российской федерации так статья 10 указан как власть и потом статья 10 вот исполнительная власть власть российской федерации осуществляется правительством российской федерации ну и третья власть тоже судебно там указано путин абсолютно там не указан путин у нас указан как глава государства то есть официальное лицо гарант конституции прав и свобод человека и гражданина то есть путин наши права гарантирует на наше право на референдум дальше у него одни условия назначать согласие представлять представляет государственную кандидатуру на должность центрального банка по предложению председателя правительства назначает на должность представляется это федерации представляется федерации так везде практически везде вот а полномочия вот они в общем-то путина статья 86 осуществляет руководство внешней политикой российской федерации ведет переговоры подписывают народные договоры подписывает рефицированные грамоты принимает верительные грамоты придумать представители вот вся власть президента при этом 93 статья власили что если путин будет баловаться не подчиняться конституции то государственная дума своим решением может легко его отправить в импичмент а как вы понимаете государственная дума спит и видит когда акела промахнется вот про законы кто-то там часто очень слышу люди говорят что путин там всемогучий можно подписать законы давайте первой строчке заглянем статья 107 пункт 3 если президент российской федерации в течение 14 дней с момента поступления федерального закона планет его то государственная дума и совет федерации установлен конституции российской операции в порядке вновь рассматривают данный закон если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой ряда гряда редакции большинством не менее 2 3 голосов от общего числа членов с этой федерации депутата государственной думы он подлежит подписанию президентом российской федерации в течение семи дней и обнароду то есть путин здесь исполняет роль нотариус тире конференции обязанного подписать независимо нравится ему или нет и выйти обнароду нам говорят путин подписал закон и ему и как глупые бараны нет чтобы разобраться самостоятельно мы считаем что это путин придумывает их подписывает и так далее рамы граждане время но такие ошибки прошло нельзя ошибаться нужно думать нужно разбираться нужно самостоятельно все решать вот какой выход я предлагаю нам так как мы видим что наш центр центр и питер москва особо не стремятся пока что возврату суверенитета нашей стране отмени колониального статуса а давление все усиливается потому что вот у нас в ростовской области на сегодняшний момент уже подали о банкротстве 60 предприятий 60 процентов предприятий на 30 процентов в бюро занятости с нового года увеличилось людей и растет с каждым днем люди скоро будут с голоду идти на преступления и так далее это недопустимо уважаемые граждане глубинка просыпайтесь хватит ждать от центра от них мы ничего не дождемся вот такая инициатива мы все должны понять как работает воля народа о которой нам часто напоминает путин на воле мы разобрали что таковоля как она запускается что такое референдум мы разобрались с вами только что мы должны разобраться и выразить ее открыто как выражать открыто это берешь флаг берешь табличку назначен день договариваемся все и выходим 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 и выходим пока не нас не станет миллионы нельзя сидеть граждане время тает на глазах наверняка уже почти все мы видели слышали а нот все уже слышали видели в моем городе уже видели наверное процентов 90 нот присматривается прислушиваться кто-то смеется кто-то хихикает кто-то звонит хочу к вам присоединиться это очень здорово разум значит не потерян кто смеется тот смеется последний пусть смеются время еще будет у них подумать и надеюсь что они осмыслят и придут в нот ну давайте представим что будет если все мы вот я беру на уровне моего города у нас город 25 тысяч человек примерно мы заранее подготовившись и разобравшись через ответственно назначим нашим властям то есть я заявляю назначенный день акцию митинг массовый пикет там численностью допустим 20 вот там сколько по сколько допустим от человека там уже сколько выведут вот и мы выходим на главной площади нашей допустим количеством ну 15 тысяч человек 10 тысяч человек это больше половина 15 тысяч это больше половины населения моего города то есть получается сейчас ситуация чрезвычайно отказать наши чиновники не имеют права потому что оформим все по закону как и положено всем правила мы знаем как оформляется заявка подавать отклонить они не имеют права потому что акция мирная никаких фашистских никаких противозаконных действий мы совершенно не собираемся совершать вот выходим все на площади и раз выходим два выходим три выходим мы стоим все требуем мирно требуем с флажками с этим еще референдум референдум по конституции и через величие чрезвычайных полномочий нашему президенту для того чтобы он навел порядок стране так как мы выяснили полномочий у него нет а силу решения и требуя не игнорируется вот отстояв мы все это каждый кто имеет возможность сняли бы об этом ролике смонтировали при каждой на своих ресурсах рассылали бы во все концы во-первых наши главы начальник полиции прокуратура районная администрация наш глава мэр наш обязаны обратить на это внимание потому что ситуация чрезвычайно потому что большинство вышло на улицу с каким-то требованиям об этом они обязаны по закону доложить выше то есть в ростов а ростов уже обязан доложить еще выше в москву и это не сможет во-первых пройти незамеченным пусть если даже первый раз и пройдет незамеченным а второй третий раз уже выходы это привлечет и сми они обязаны будут осветить этот вопрос потому что ситуация сложная так как вышло большинство граждан а это значит на телевидении наших сми и газетах появится статьи о том что в таком-то городе в данном случае город семикаракорск народ устал терпеть и вышел выражать свою волю открыто во-первых осветится вопрос какими требования почему как об этом начнут говорить по телевизору а это самая главная цель чего мы добиваемся так как нас замалчивают усиленно отводят камеры когда мы проходим чтобы по чей-то указка сверху или не знаю как но но то просто напросто умалчивают о нашем существовании старательно хотя тех же либералов хотя тех же либералов митинги крутят неделями вот это делаем выводы на чьей стороне телевидения так что чрезвычайную ситуацию они не смогут молчать и это все будет поднято на высокий уровень увидев это все остальной народ который сомневается там что-то или как-то сейчас подключиться дети такие акции начнут проходить по всей стране и буквально если она нас искала всполыхнет всю страну единой порывом мы все договариваемся единым порывом выходим по всей стране и как гласит нам федеральный конституционный закон о референдуме мы заявляем своей волей референдум путин согласно конституции объявляет референдум и все назначается конституционный суд разрабатывается новый закон и мы уже принимаем да или нет на референдуме ничего сложного граждане нету но просто-напросто надо всего-навсего разобраться разбираться надо у вас дети у нас дети у меня дети я хочу чтобы мои дети и ваши дети жили в свободной мирной стране вот уважаемые граждане так что не ищите себе оправдание сидеть дома выходите звоните пишите телефон мой знаете с микроакурцы я вас жду на акциях жду так на разговор кто не по никому не понятно всегда давайте вместе разбираться идем к общему решению но дальше сидеть и терпеть ждать некуда вы видите как уже силуанов договаривается с американцами приватизации второй волне если пройдет при вторая волна приватизации то просто-напросто нашу страну с вами уничтожит окончательно у нас на сегодняшний момент там уже больше половины в офшорах и не принадлежит нашей экономике а если все выйдет до конца то это будет кранты вот кто не знает где искать нот вот она находите национально освободительное движение набираете национально освободительное движение главный сайт поисковике поиск вот он этот и здесь вот вам регионы нот в регионах выбираете страну россия выбираете регион вот мой регион я на своем примере покажу ростовская область ростовская область искать вот пожалуйста ростовская область семикараковск вот мой номер телефона адрес почта skype ну часто бывают также вы найдете любой свой другой город звоните звоните координатором создавайте новые штабы но нет возможности больше ждать уважаемые товарищи давайте решать что-то так дальше жить нельзя в общем огромное спасибо за внимание надеюсь на ваше понимание на ваш патриотизм потому что ситуация нешуточная время сомневаться там или отлынивать давно уже прошло третий год на улицах стоит уже пора бы всем разобраться то не разобрался не ищите себе оправдание разбираться потому что и у вас дети почему кто-то должен за вас за вашу семью стоять идет война идет информационная экономическая идеологическая война нас уничтожают уничтожают наших детей на наших детей уже нет планов нужно чистая платформа россия чисто от нас от народа потому что мы не нужны запада нашим либералам пообещали коврижки и они рады стараться сократить до минимума нас чтоб потом тут управлять как они надеются хотя они принципе сами станут первыми пушечным салом у нас на сайте всегда новости свежие на и свежайшие самое все честно и самая законная вот по ноду если какие-то вопросы и сомнения вот здесь у посмотрите надо нажимать вот тут все очень подробно тут и по референу разберетесь навигация тут простая вот так что ждем ждем вашего пробуждения разума спасибо за внимание с уважением макаров валерий всего доброго